На днях состоялся релиз очередного технического апдейта для iPhone, iPod Touch и iPad. Что нового в прошивке, как все это работает и стоит ли устанавливать актуальную версию? На эти другие важные вопросы мы ответим в этом видео. Несмотря на то, что Apple уже вовсю тестирует первую бету AS9.3, о которой мы уже рассказывали на канале, бейджик на иконке настройка повестил о том, что пора обновляться на новую прошивку. AS9.2.1 носит чисто технический характер и никаких новых функций или элементов интерфейса не несет. Но вы сами понимаете, если было бы все так просто, то и этого видео бы не было. Основная тема апдейта – система безопасности. В описании написано, что исправлена ошибка, которая могла препятствовать завершению установки программы при использовании MDM сервера. Для обычного человека эта фраза ничего не говорит, но я поясню. MDM сервер – это набор сервисов и технологий, обеспечивающих контроль и защиту мобильных устройств, используемых организациями и их сотрудниками. По факту, Apple ненавязчиво прикрыла еще одну уязвимость, через которую хакеры могли бы сделать джейлбрейк. Так что всем тем, кто планирует в будущем сделать джейл и ждет заветного часа, стоит воздержаться от обновления на AS9.2.1. Остальным установка апдейта обязательно, и на это есть объективная причина. Все дело в том, что ребята из Apple в AS9.2.1 значительно поработали над быстродействием системы, о чем свидетельствуют множественные тесты, проведенные в полевых условиях. Прошивку уже успели прозвать самой быстрой среди всех обновлений AS9. Значительный прирост скорости ощущается на таких старых устройствах, как iPhone 4s, iPhone 5 и iPad 2 с 32-битными процессорами. Запуск устройств стал быстрее, шустрее запускаются приложения, даже анимация стала немного плавнее. Положительная тенденция наблюдается и у достаточно свежих устройств, вроде iPhone 6. А вот ошибка с подвисанием обновления статуса индикатора заряда батареи так и не была исправлена. Она возникает у пользователей на iPhone 6s и iPhone 6s Plus, которые часто путешествуют и вручную изменяют часовые пояса. Для лечения этой проблемы перезагружаем iPhone и пользуемся автоматической установкой времени в настройках. Подводя итог, стоит сказать, если вы не планируете делать джелбрейк на iPhone или iPad, то смело обновляйтесь на iOS 9.2.1. Точно не пожалеете. А на этом все, с вами был Вадим Ищенко. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новые видео, актуальные новости мира Apple, акции и халявные раздачи бесплатных приложений из App Store. До новых встреч, не переключайтесь. Продолжение следует...